Добрый вечер! С Великим Постом начался Космотелевидение «Диалог православия». Мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть вопросы, касающиеся спасения души, можете позвонить и задать по телефону прямого эфира, который указан на ваших экранах, и задать свои вопросы о священнику Русской Православной Церкви. Настоятель Николы Берликовского монастыря, благоченному монастырей Балашихинской епархии, Игумен Евмении. Добрый вечер! Добрый вечер! С Постом всех поздравляю! Да, с Великим Постом. Ну и по традиции. Патрониста предлагаю начать со слов Спасителя, с того отрывка Евангелия, который будет читаться на воскресном богослужении. Это Евангелие от Марка, глава 2, стихи с 1 по 12. Пожалуйста. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с Расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал Расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит Расслабленному, «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богольхульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли Расслабленному, прощаются тебе грехи?» Или сказать «Встань, возьми свою постель и ходи». Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит Расслабленному, «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, Так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видели. Итак, начинаем с вами толковать, да, с самого начала. Через несколько дней Господь пришел в Капернаум. Через несколько дней от какого события, что было накануне? Господь ходил по земле Галилейской, проповедовал, и множество совершил чудес перед этим событием. Он и исцелил Сухорукова в синагоге города Капернаума, он и прошел по водам Галилейского озера, он и утешил бурю, когда они переплывали через это озеро на другую сторону его, где он исцелил, изгнав из человека легион бесов, исцелил бесноватого. Множество таких событий он там же и исцелил слугу мальчика, слугу у одного человека, у другого, у архисинагога, то есть начальника синагоги, воскресил дочку. Огромное количество чудес Господь производил в течение всех этих дней. И, собственно, от этой синагоги, где он просто на центр пригласил сухорукового человека в субботний день, то есть в день, когда нельзя ничего было делать по заповедям ветхозаветным, и сказал, протяни руку твою, тот протянул, она исцелилась. От этой синагоги до дома, где, собственно, происходили сегодняшние события, которых мы сейчас прочли, ну, буквально там несколько сотен метров, жил он также в доме апостола Петра, там он исцелил тещу, которая была жаром, так сказать, жигома, как в Евангелии написано, то есть, ну, большая температура у нее была, и лежала она на одре, не могла исцелиться, он взял ее за руку, поднял, и она служила им, то есть по хозяйству начала сразу помогать. То есть огромное количество, то есть, как говорит Иоанн Богослов, что всех книг, пишемых в мире, не хватило бы для того, чтобы перечислить все чудеса, сотворенные Господом в его земной жизни. Ну, вот часть из них мы сейчас, я перечислил, насколько вот можно было сейчас, так сказать, быстро вспомнить по поводу этого вопроса, и здесь мы видим, что также Господь еще одно произвел исцеление, расслабленное, то есть это паралитик, это человек, я не знаю, сколько лет он лежал разбитый параличом на кровати, мы видим, он даже ходить не мог, и говорить не мог, и тем более предстать пред лицем Божьим он тоже не мог, только вот четверо его друзей, воспользовавшись случаем, принесли его на кровати и опустили пред Господа. Капернаум, что это за город? Ведь мы читаем в Евангелии, что иногда Господь называет свой город, да, Капернаум, то есть это его город. Ну, для многих было, так сказать, искушением фарисеев то, что он не из Вифлеема, да, то есть если он Христос, то у всех в голове, знающих закон Божий, ветхозаветные, так сказать, пророчества, у всех в головах было, что из Вифлеема должен прийти Христос, Мессия, Спаситель. Мы знаем, что он родился в Вифлееме, но потом он, святое семейство, унесло Бога Младенца в Египет, потом из Египта он приехал уже, так сказать, на ослятие с Пресвятой Богородицей Иосифом Ведомой в Назарет, потому что побоялись они вернуться в Вифлеем, ну, что их узнают и все-таки могли убить, поэтому они стали жить в Назарете. А здесь он уже в Капернауме. На Зарете они прожили, ну, все время, пока он не повзрослел, не вышел на проповедь Господь. Как только он начал проповедовать, на Зарете восстали многие книжники и фрисеи, даже пытались его убить. Там есть гора высокая с этой вершины горы, они хотели его сбросить, ну, была такая казнь в этом городе, все, кто не угодно, все какие-то там убийцы, воры, вот так они казнили их, сбрасывали просто со скалы, и также хотели поступить со Спасителем. Он прошел среди них, никем не задержанный. И с этого момента он уже стал жить в Капернауме. Мы видим, что всю свою жизнь Господь был гоним, всю свою жизнь Он ходил из селения в селение и не имел, как в Евангелии сказано, где главу преклонить. Да, птицы небесные гнезда имеют, а сын человеческий не имеет, где главу преклонить. И вот такой жизнью жил Господь в этом мире. Ну, а город Капернаум сам, это такой рыбацкий поселок, расположенный на берегу Галилейского Генесарецкого озера, который жил рыбалкой и продавал эти свои уловы всем желающим. Чем занимались, собственно, и все апостолы, которых призвал Господь из этого города? Это и Петр, и его брат Андрей, и Иоанн с Иаковым, ну и прочие, на фанайл. Ну, только, может быть, Матфей Мэтарь не занимался рыбалкой, потому что был сбором налогов, потому что сам город Капернаум был таким пунктом логистическим, как сейчас это говорится, через который шли потоки торговые, политические, там военные грузы шли из Иудеи в Сирию, в Дамаск. От Средиземного моря через Капернаум шли дальше, вглубь азиатской территории. Конечно же, это давало ему возможность зарабатывать самому городу и жителям его большие средства, то есть на торговле, на обеспечение этого потока путешествующих, торговцев. И поэтому Господь, наверное, его называет, что ты вознесся, город Капернаум вознесся до небес. Такая есть фраза в Евангелии в дальнейшем. И сейчас от этого города остатки можно наблюдать, приехав на место, где он расположен до сих пор. Но от домов только небольшие фундаменты и часть стен осталась. В синагоге большая часть сохранилась, только крыши нет, там и колонны, белокаменные стены, полы. То есть то, удивительно, то помещение, где сам Господь проповедовал и исцелял, оно сохранилось до сих пор. И можно встать в центр этой синагоги, может быть, протянуть руку, также, может быть, Господь кого-то исцелит по вере. Вот на начало этой фразы сказали, да, я ее прочитаю, в другом месте Евангелия читаем, что Господь вот горестно говорит, и ты, Капернаум, до неба вознесся, до ад не извергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня, но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. То, что до неба вознесся, мы поняли, что и Господь там проповедовал. Почему же он так вот потом упал? Ну, как всегда, к сожалению, люди, имеющие достаток, имеющие власть, имеющие какой-то свой бизнес, они начинают превозноситься, присваивая это себе, считая, что это они такие умные, что они такие ловкие, что они такие вот сильные, властные, что у них вот это все получается, а вот у других не получается. То есть начинают превозноситься люди от денег, от власти, от каких-то других возможностей в этом мире стяжаемых. И Господь говорит, ну, ты хуже, чем Содом и Гамора, потому что ты знаешь, как надо жить. Потому что я проповедую в этом городе, в Капернауме. А в Содоме и Гаморе Господь не проповедовал, и поэтому ему будет лучше и легче на суде, страшном суде по окончине мира, чем Капернауму. Это духовный смысл. Ну, а материальный смысл этой фразы сейчас это легко наблюдать. Это мертвый город, там никто не живет. Там только есть туристический, так сказать, центр, где люди, желающие, могут подойти, взять билет, зайти на территорию этого города, посмотреть, где жил апостол Петр, где Господь исцелял Сухорукова, где Генисарецкое озеро, где, собственно, ловили рыбу. И остатки улиц, остатки домов этого города. То есть он действительно полностью пал, разрушен, потому что потоки были перенаправлены в связи с какими-то другими событиями государственными и военно-политическими. И через него иссяк поток торговцев в Сирию идущих. Они нашли другой путь, и город исчез. Он просто вымер, потому что там уже он был никому не нужен. А раньше в этом городе собирали налоги. Тот же самый Матфей, который мытарь, который налогосборщик был. Вот он там и сидел на улицах этого города, собирал подойти. И Господь его призвал к апостольскому служению на улицах этого города. И Господь, наверное, там же основная проповедническая деятельность была в этом городе. И многие, наверное, там не приняли его. Да, может быть, я не совсем понятно, так сказать, свою мысль оформил. Действительно, человек, когда превозносится, когда он начинает гордиться, он уже не слушает никого и ничего. Он сам себе голова, он сам себе учитель и, так сказать, управитель. И зачем ему Христос, Мессия, который что-то там говорит, что нужно как-то себя ущемлять, надо как-то себя сдерживать, надо бороться со страстями. Зачем? У меня есть деньги, у меня есть власть, у меня есть прибыльное место для бизнеса. Зачем мне себя сдерживать? Один раз живу, как некоторые говорят. Уже когда умру, не умру, но все это время буду отдавать для своих похоти и прихоти и развлечений, а не думая совсем о своей смерти и кончине и судьбе после этой страшной кончины, к сожалению. Часто люди, я немножко перебью, простите, часто люди, наверное, даже не так говорят, что своим похоти, прихоти, наверное, редко так уже происходит. В основном люди как, а, надо мне наследство оставить, вот там всю жизнь пашут, чтобы детям было хорошо жить. Эти морковки, которые перед нами постоянно возникают, всем известны. В миру что? Нужно квартиру, нужно работу, нужно дачу, дачу поезд, машина нужна, чтобы до дачи добираться. Потом надо как-то куда-то съездить на юг, а там тоже где-то надо пожить, для этого нужны деньги, поэтому опять работа, опять, и вот эта вот суета-сует, которая нас затягивает, как болото, да, и не дает даже задуматься о смысле своей жизни. Ну, неужели весь смысл жизни, это только вот стяжать квартиру, дачу, машину, и поездку куда-то там отдохнуть, и хорошую работу, и все, и вот для этого мы живем, что ли? А вот есть смысл, да, я опять к своей фразе вернусь, о том, что стараются на будущее детям, да, есть ли вот смысл жизнь свою тратить, чтобы там дети получили хорошее образование, там 500 миллионов кружков, там их развивать? Ну, это как бы следующий шаг, да, это уже лучше, чем просто собирать деньги в кубышку или там покупать себе недвижимость. В детей вкладывать все-таки лучше, потому что, по крайней мере, это, ну, больший срок отдачи наших трудов. Но если мы в детей вкладываем только материальные знания, умения, возможности, то мы их этим убиваем, к сожалению, потому что без духовного развития ребенок вырастет негармонично сложенным, то есть у него будет перекос в ту же самую материальную область. И если мы вкладывали в ребенка, то есть у нас все-таки как не только себе любимому, но еще и детям мы делились, да, своими возможностями, то ребенок, выросший в такой атмосфере, что только для него, только для себя, соответственно, у него и детей не будет. Он скажет, а зачем мне эти дети, на них надо тратиться, лучше все эти деньги я потрачу на себя. Знакомая, я думаю, философия по сегодняшнему миру. Сколько людей живет бездетно и не хотят, бабулями, и не хотят никаких детей. Зачем? Это же, это надо не спать, это надо лечить, их болеют, они там, значит, воспитывать какие-то там те же самые кружки и прочие там возможности развивать его ребенка. Да я лучше, так сказать, сам погуляю, пообщаюсь там с кем-нибудь или куда-то съездю, в себя вложу эти возможности и средства. То есть в детей вкладывать хорошо, но тоже правильно надо вкладывать. То есть неправильные ценности, да? Да, чтобы они росли не для суеты-суета и не для ада, а для Царства Небесного все-таки росли наши дети, потому что без правильной цели жизни ребенок, очень хорошо воспитанный, с хорошим образованием, он все равно погибнет и пойдет в ад. Вот это грустно. Есть даже такое выражение, да? Знания надмевают. Да, любовь разумевает, знания надмевают. Это апостол Павел сказал эту фразу. И, конечно же, сколько уже детей, ну, таких примеров очень много, когда родители в них вкладывали все, и душу, и силы, и средства, а он вырос и от родителей отказался фактически, а то еще их начал обкрадывать. А сколько случаев, когда дети уезжают за границу и живут вообще? Бросают, да, родители и все, и живите как хотите. То есть мы, видя во всем этом, ну, явный перекос, должны причину понять этого. Почему же так происходит? Почему дети бросают родителей или обворовывают родителей? То есть, ну, вот богатый человек, у него ребенок вырос, он тайно или не тайно берет и обворовывает его, там, счета переводит на себя, или, там, не знаю, из кошелька ворует, или, там, какие-то другие махинации проводит так, что родители остаются ни с чем, а все деньги переходят к нему. Это родные дети поступают со своими родными родителями так. Я таких случаев очень много знаю. Есть случаи, ну, просто такие, ну, из ряда он выходящий, когда даже вплоть до убийства могло дойти, чтобы лишь бы забрать наследство. Это грустно, но вот факт из жизни, что называется. Поэтому... Ну, наверное, для наших телезрителей это не особо относится. Ну, а вообще, да, само слово образование от слова образ происходит, да? То есть, от образ, образ – это Господа образ. То есть, фактически образование, мы должны познавать и Господа. А у нас в другую сторону образование. Мы какие-то, да, такие, мирские знания получаем? Я бы сказал, даже не познавать образ, а внутри себя образовываться. То есть, себя образовывать, то есть, прививать себе образ Божий внутри. И если мы ребёнка учим, то, значит, образ Божий в нём запечатлевать нашими действиями. Это и молитва, это и воспитание, это и какие-то информации правильно поданные. Ну, то есть, вот весь образовательный процесс должен быть направлен в нужное русло. Тогда ваш вклад в детей, он действительно будет правильным и принесёт пользу и ребёнку, и вам. Если же вы неправильно проставите все эти акценты и только на материальном сконцентрируетесь, ребёнок это всё запечатлевает в себе и потом будет всю свою жизнь трудиться для материальных благ, вы ему в этом будете мешать. Он будет вас выгонять из квартиры. Ну, а что, всё, ты отжил, иди-ка ты его, ну, там, может, поживи в дом престарелых, например. А я вот квартирку буду сдавать, например. Ну, таких масса случаев, я думаю, вам известно. Из ближнего, так сказать, окружения своих знакомых. И это перекос именно в внутреннем воспитании. Слово «воспитывать» от слова «питать», «напитывать». Чем вы напитаете душу ребёнка, тем он потом вам и воздаст. Чем вы напитаете материальными интересами, материальными благами, он тогда и будет их отнимать, в том числе и у вас. Ну, наверное, здесь даже уже речь не о нас идёт. То есть мы, когда хотим самое лучшее дать детям, уже независимо от нас, чтобы человек получил хорошую работу, например. То есть мы даже, наверное, о себе-то и не думаем в таком смысле, что мы от них получим обратно. То есть, наверное, тоже это неправильно. То есть мы, да, хорошее образование, ну, будет хорошее образование, хорошая работа. А дальше что? Это пока мы молодые не думаем. А когда старенькие станем, а он будет пенсию забирать, тогда начнём думать. Ну, как же я так воспитал, что у меня мой собственный ребёнок пенсию отнимает? Вот это, к сожалению, реалии нашей жизни. Поэтому здесь надо правильно напитать душу ребёнка духовными образами, духовным строем мыслей, его напитать, чтобы это его привело в нужное, в правильное русло развития. И тогда, конечно же, и школа, конечно же, и какие-то там доп. образования, ему всё это будет нужно и полезно. Но если правильное духовное направление у души ребёнка будет заложено. Если нет, тогда всё это ему во вред придёт. А что есть правильное? То есть всё делать и жить во славу Божию? Мы можем понять, что правильно, а что неправильно. Ну, знаете, как в том стихе, что такое хорошо, что такое плохо. Мы можем это понять только с нравственной, с моральной точки зрения. С точки зрения материальной мы не можем сказать, что это плохо или хорошо для души. Для тела, да, тут 100%. Хорошо украсть, замечательно. Хорошо отодвинуть человека, а самому встать на его место в карьерные какой-то там ступеньках. Хорошо. Это всё материальное. Это даже взять в магазин. Выбрать себе получше, да, а кому-то встать похуже. Или в транспорт общественный влезть. Кого-то оттолкнуть, а самому влезть. То есть это замечательно. Это хорошо с материальной точки зрения. А вот с духовной точки зрения это безобразно. То есть это нравственные уроды. Совершенно так чётко можно их определять. Таких людей, которые ведут себя как животные. Которые, собственно, живут по инстинктам самосохранения материального. Вот всё, что мне для моего тела полезно, то и буду брать. Всё, что для души, а это что-то такое вне моих реалий и вне моих мыслей. На это я не реагирую. Мне только телесный подавай. Вот это действительно уродство, потому что человек, он создан из двух половинок. Из телесной и духовной. Душевной половинки. Если человек только о телесной думает, а о душе забывает, а то иногда и просто специально говорит, этого всего нету, никакой души нету, и после смерти просто там ничего нету, человек тогда становится, деградирует, начинает деградировать и становится просто материальным уродцем, у которого души нет. Ну да, как святые отцы говорят, что совершенство человека стоит в чистоте любви. То есть мы должны, в принципе, все наши поступки должны основываться на любви. И опять, на любви, просто сказать, на любви, этот человек материалист скажет, ну я на любви к себе, собственно, и основываюсь. Я, конечно же, себя любимого люблю, и поэтому себе побольше хапаю. Опять, даже здесь должно быть правильное понимание нравственное понимание любви. Не мелкособственническое, не хватательный рефлекс, а истинная любовь, она жертвенная. Вот если мы следуем таким канонам любви жертвенной, тогда мы правильно поступаем. Если же у нас любовь не жертвенная, а хватательная, это неправильно. Как же правильно? Воспитывать детей, например, вот мы начали... Правильно нам надо брать пример с Господа и с апостолов, и слушать церковь православную, потому что она уже две тысячи лет выработала этот путь развития, правильный путь развития, расписала все по полочкам, и можно, так сказать, брать, не задумываясь, пользоваться, и все будет хорошо и правильно, если это делать по тем канонам, тем уставам, которые церковь нам дает. То есть церковь говорит, надо молиться, значит, надо молиться. Надо поститься? Надо поститься, надо воздерживаться от чего-то, надо воздерживаться, надо ходить в церковь, надо, причащаться надо? Надо. Таинства другие совершать? Надо. Ну, просто даже таинства крещения, уж куда же дальше. Некоторые нашли до того, что своих детей не крестят. А зачем? Вот он вырастет, сам поймет, нужно ему это или не нужно. Да когда он вырастет, во-первых, вырастет ли, может он умрет там через несколько месяцев, дней или годов, и так и не сможет покреститься. И пойдет в ад из-за этого. Это первое. Второе. Ну, хорошо, но если так вы считаете, что сам ребенок должен понять, что ему надо, а что ему не надо, зачем вы его насильно в школу тогда отправляете? Он вырастет и поймет, нужна ему математика, физика, русские там, литература, история. Поймет и будет учиться там. А вот сейчас не надо его в школу толкать. Если так, то можно совсем дойти до безумия. А зачем ему ходить на двух ногах? Пускай на четвереньках ходит. Не будем его заставлять ходить на ногах. Это же насилие. Нет. Вот ему удобно ходить, бегать на четвереньках. Пускай он так, как Маугли, бегает всю жизнь на четвереньках. Так что ли? Вот когда вырастет, поймет, что ему надо на двух ногах ходить. Вот тогда и научится. То есть это безумие. Вот сама логическая цепочка, она неправильная. Мы над детьми всегда какое-то насилие чиним, даже просто одевая их, или там моя в ванной. Он плачет, а мы его все равно моем. Он плачет, а мы его одеваем, или наоборот раздеваем. Он плачет, не хочет спать, ложится, а мы его ложим спать. Это же насилие. Насилие. Но это насилие для него полезное. В том числе и при воспитании детей. То есть я сказал, так сказать, самые простые предметы, детей воспитания. А есть более сложные, нравственные воспитания. Говорит, что нужно применять усилия и не гневаться. Это насилие над собой? Насилие. Не ругаться, сквернословить в смысле, не осуждать, не клеветать, не обманывать, не воровать и прочее, прочее, прочее. Насилие над собой нужно устраивать, чтобы быть нравственно красивым. Вы знаете, когда мне говорят, что зачем я должен себя ограничивать чем-либо? Вот церковь меня только ограничивает. Вполне резонно ответить человеку такому. Вы знаете, вот когда тесто для выпечки вышло из тестомеса, оно бесформенное, и если его бросить таким в печку, это получится, не пойми что. А вот если его форму ограничить в виде батона или буханки или какого-то крендель или еще что-то такое ему придать форму, а форма это что? Это ограничение. Тогда она становится красивым и пропекается, и вкусной становится, и тогда оно имеет смысл. А вот бесформенность без ограничений это бессмысленное проживание времени, которое даже у животных такого нет. Даже у них есть формы, ограничения и другие моменты, связанные с их жизнедеятельностью. Инстинкты называются. У нас мы выше животных, у нас кроме инстинктов есть еще и разумная душа, которая тоже нас ограничивать должна, правильно ограничивать. Если этого нет, извините, мы на уровне животных опустимся. даже утренние и вечерние правила, правила. То есть, в принципе, люди должны каждое утро, каждый человек утром встал, помолился, вечером перед сном. Мало кто этим занимается, наверное. Ну, есть же такая поговорка, с кем поведешься, от того и наберешься. Вот кто ее не знает, все знают. И когда я общаюсь с человеком, ну, например, вором, то я поневоле от него нахвататься могу его привычек, его взглядов, его, так сказать, воровских уловок и прочего. И сам незаметно скачусь к воровству. И наоборот, если я общаюсь с человеком святой жизни, с преподобным. Преподобен будешь, да, с грешником осудишься. Так вот, это уже поговорка, только она из православной литературы взята, священного писания. Так вот, а если я беру жизнь и общаюсь с святым угодником, я от него набираюсь его мировоззренческих позиций, его даже слов, даже взглядов на жизнь, его мыслительных каких-то форм, это все также прививается мне незаметно. И я вместо того, чтобы деградировать, я начинаю развиваться. Я беру с него пример. Особенно это у детей ярко выражено. Детей до определенного возраста есть необходимость, это психологи вам могут подтвердить, им необходим пример для подражания. Почему многие дети, не имея примера для подражания в семье, они берут для этого Шварценеггера или кого-то еще из фильма какого-то, или Гарри Поттера берут в пример для подражания. Почему? Потому что психологическое, заложено в них такое устроение, в каждом ребенке, нужно себя оформить, то есть нужно как-то себя вести. А как? С кого взять пример? Хорошо, если хорошие родители, которые могут дать такой пример. А если родителей нет, например, или одна семья с одним родителем, мать или отец, это же уже ребенок ограничен, и примера нет. Ну, допустим, он может пример, там пойдет к тренеру, тренер там какой-то секции, он с него будет брать пример. Или в каком-то кружке учитель там будет хороший, с него будет брать пример. А если он будет брать пример с подворотни, как говорится, это сразу будет деградация. Вот это, к сожалению, то, с чем мы сейчас сталкиваемся, а сейчас и подворотни не нужна. Ты в интернет зашел, и там столько примеров отрицательных, что просто сиди себе и впитывай, как говорится, и сто процентов деградируешь. Грустно, но факт. Вернемся мы к нашей евангельской истории. Вот приходит Господь, Капернаум, приходит в дом к Петру, и собирается множество людей. Что же они хотели от Господа? Зачем они так все шли? Вы знаете, за Господом всегда шли люди, причем тысячи людей шли за Господом. И мы это можем увидеть в других евангельских местах, где Господь накормил питью хлебами четыре тысячи людей, или в других местах Евангелия, где конкретное число указано. Это кроме женщин и детей. Соответственно, здесь так же, как только Господа видели к Нему, старались приблизиться все без исключения, по различным каким-то интересам. Кто-то болел и просто хотел хотя бы прикоснуться к Господу, чтобы исцелиться. Ну, как, например, та женщина кровоточивая, которая сзади в толпе подошла, прикоснулась к его одежде и исцелилась. Таких было много. Кто-то к Господу приходил для того, чтобы узнать слово «истины». Такие тоже были в его окружении, и они так же получали. Если больные получали исцеление, то ищущие истины получали эту истину в последней инстанции. Сам Господь говорит, «Я есть истина и жизнь, и путь». А кто-то, наоборот, приходил, чтобы поймать его на слове, чтобы потом доложить первосвященникам, чтобы каким-то образом кляузу какую-то создать на Господа. Пытались, так же следовали за ним. И, можно сказать, такие секретные сотрудники, сексоты, которые записывали и потом передавали все это своим хозяевам. Такие были. Были и уже любящие его, которых он исцелил, которые также шли с ним в течение всей его земной жизни. Это и женщины. Так же Мария Магдалина, из которой он семь бесов изгнал, и она ходила за ним потом по пятам всю жизнь. Апостолы, безусловно, и ученики. Там уже 12 апостолов мы знаем, но известно так же и потом 70 мужей апостольских, которые также ходили с Господом, и также его слушали и потом проповедовали. То есть из этого складывается вот эта толпа. Говорил он слово. О чем говорил Господь? Господь всегда говорил только о спасении души человеческой в этой жизни и в жизни вечной. И красной нитью через все Евангелие мы видим такую мысль «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вот она везде прослеживается. Мы так же читаем, что Господь говорит, что «Ищите Царство Небесное, остальное все вам приложится». То есть мы видим во всех этих фразах, что «Беспокойство Господа о нашем спасении, о нашей душе». Ищите Царство Небесное, оно внутри вас есть. Он каждому из нас это говорит. Не ищите его здесь в мире в виде коммунизма, социализма или капитализма или еще какого-то изма. Нету в этом мире Царства Небесного. Оно внутри вас есть. Там его ищите. А что значит внутри вас искать? А это как раз то, о чем мы перед этим говорили, насчет морально-нравственного образа. То есть познания себя. Дело в том, что Господь сотворил человека по своему образу и подобию. То есть в каждом из нас запечатлен образ Божий. И если мы его найдем, очистим, а он у всех у нас измазан нашими грехами и страстями, если мы его обретем внутри себя, а он внутри нас, Господь же нас сотворил внутренним человеком в том числе, не только внешним телом, но и внутренним нашими качествами. Если мы его обретем, то мы найдем и Царство Небесное. Потому что там, где Господь, там и Царство Небесное. Оно внутри нас есть. Как его искать-то? Какие шаги делать? То есть начать, наверное, все-таки с какой-то тишины, с уединенности. Поисков Царства Небесного может быть множество. Мы видим, есть и затворники, которые уходят в уединенные пустыни, ну, как Мария Египетская, например. Мы видим и апостолов, которые, наоборот, шли в города и в Весе и проповедовали Евангелие. Мы видим и мучеников, которые шли на мучения ради Господа, и веры в Него, и проповеди. Мы видим и людей милосердных, которые трудились всю свою жизнь делами милосердия, и также шли за Господом вот в этих трудах, делах. Мы видим и просто больных людей, которые терпеливо переносили свои тяготы жизни, болезни, прославляли Господа, не роптали, и этим тоже шли за Господом, потому что сам Господь не роптал, перенося все тяготы земной жизни. И так далее. Вот эти все дороги ведут к Нему, к Богу, и каждый, кто, так сказать, на что призван, он по этой дороге идет и спасается. Идти за Господом, это значит знать Его жизнь? То есть начать купить, например, у кого нету, купить Евангелие, наверное, да, и читать? Ну вот мы, задумайтесь, зачем мы вам читаем Евангелие здесь? Зачем Евангелие читается в церкви, да, ежедневно? Зачем? Вообще Евангелие зачем? Для того, чтобы прочитать, поставить галочку у себя в голове, да, прочитано, и забыть. Нет, Евангелие – это такой трафарет, такое сито для наших дел, поступков, желаний, чувств, мыслей, через которые мы просеиваем, и остается только то, что Богу угодно. Потому что в Евангелии мы четко видим, что Богу угодно, как Господь жил, как Господь говорил, мыслил, чувствовал, действовал. И это для нас как раз тот трафарет, тот образ, который мы берем в качестве примера для себя. То, о чем я говорил про детей, нам тоже нужно с кого-то брать пример. Вот этот образ… То есть это правило жизни для нас написано, да? Да, это то, чему надо следовать. Не просто прочитать и забыть, а прочитать, запомнить и потом совершать это все в своей жизни. Вот это как раз то, для чего Евангелие нужно. Это как для водителей, наверное, да? Вот у них есть там правила дорожного движения, только вот так надо следовать. Ну да, иначе, так сказать, удачи не видать. И мы видим в Евангелии даже, сам Господь говорит, кого я послушаю, только того, кто меня послушает и исполнит мои слова. Вот того Господь будет слушать. И кому я приду с Отцом и Духом Святым? Тот, кто исполнит мои заповеди, тот, кто возлюбит меня. Кто исполняет заповеди Божьи, кто старается за ним идти и старается в своей жизни воплотить его слова. Тот, кто любит Бога. Все просто. Я люблю Господа, поэтому стараюсь его слушаться. Если я его не люблю, то зачем? Ну да, было такое историческое лицо, да, Иисус Христос. Да, вот удивительно, какие-то там события, даже он воскрес. Некоторые именно так к этому относятся. Но индифферентно. Да, это было и точка. И я не изменюсь в своих привычках, в своих отношениях к жизни. Вот у меня свои правила жизни. Некоторые так себе говорят. Зачем мне их менять? Меня все устраивает. Мне не нужны никакие примеры для подражания, образы и тем более внутренние изменения. Зачем? Это мне не нужно. Меня все устраивает. Да, это есть те, кто вот так думает. А есть многие, те, кто даже сами крещеные люди, христиане, но они даже не знают, кто такой Господь Иисус Христос. Даже не открывают, не смотрят, кто же, в чье имя они носят. К сожалению, да, вот это сталкиваешься во время крестин, когда крестишь, что там есть огласительная беседа перед крестинами. Естественно, на них такой наводящий вопрос ко всем пришедшим. Вот вы православные, все говорят, да, мы православные. Хорошо, если вы православные, скажите, а во что вы верите? Вот просто вашу православную веру. Вот представьте, что я приехал, не знаю, с Атлантиды, там, или с Антарктиды, или с Африки, и ничего не знаю о православии, но давно искал и хотел поговорить с православным. Вот объясните мне, во что вы верите, чтобы я начал верить так же. Когда человеку задаешь этот вопрос, многим, я не говорю большинство, но многие плывут и не могут даже сказать, ну, в Бога, да, ну, вот, чего-то, ну, да, вот, что мы живем, что да. Многие говорят даже, что да, мы не умрем, мы будем жить еще в другой жизни, в вечности. Ну и все. И на этом знание заканчивается, к сожалению, и этого недостаточно. Это только начальные подготовительные стадии. Знаете, как в школе раньше там на палочках объясняли там сложение, вычитание. Вот это знание такое, ну, на пальцах, совершенно самое начальное знание. Надо развивать свои знания, надо развивать свои духовные качества, а для этого надо трудиться. В Царстве Небесное нудится. Есть такая фраза в Евангелии, то есть нужно себя принуждать. Без принуждения, как мы понимаем, ни один институт не закончишь, ни одну работу не сделаешь, и там, ребенка не воспитаешь без принуждения самого себя даже, не то, что ребенка. А уж тем более не станешь как-то в духовном смысле развитым, если ты не будешь себя принуждать. Если ты понял, что это так, дважды двадцать четыре, я буду принуждать себя так и поступать. Вот если я думаю, что дважды двадцать пять, ну, значит, так буду себя принуждать. Но это будет ошибкой. Да, ну в чем заключается наша вера, да, то есть мы сейчас не будем рассматривать, дальше пойдем. Пусть откроют, найдут символ веры. Там как раз все в символе веры. Да, и на каждом пункте нужно задержаться и вдуматься, что же этот пункт обозначает для нас, что такое. Это очень интересно. А мы с вами дальше, Иван Грибович, толковать. Раскрыли кровлю дома, как это происходит, нам сейчас это трудно понять. Ну, кровли дома раньше были достаточно просто устроены, то есть это либо, ну, если дешевые дома, а то это трава была, покрыты листья какие-то там пальмовые и прочие такие вот совсем дешевые варианты крыши, напомню, что это рыбацкий поселок, особо там денег у многих не было много. Если это подороже, то это уже каменные, то есть такая, брались плоские камни, ими укрывалась кровля, и, ну, как типа черепицы, да, получалась кровля. Это и то, и другое разбиралось легко, и, собственно, через него опустился одр с этим болящим на середину дома пред Спасителем. Господь исцеляет, видя веру их. Понятно, что в том числе и друзья веровали, а сам больной этот имел веру? Ну, вот прямого текста о больном нету ничего, потому что он ни говорить, ни проявлять какие-то свои эмоции не мог, ни даже промычать не мог, настолько он был расслабленный. Но вот эта фраза, что веру их, видя Господь его исцелил, она говорит о многом, что, во-первых, можно молиться за других людей, и по вашей вере им тоже, может, что-то дастся. Во-вторых, конечно же, если бы этот человек был против этого всего, то, конечно, Господь бы не дал ему насильно ничего и даже исцеление. Мы понимаем, что он был за, явно за то, чтобы ему исцелиться. Мы понимаем, что он, скорее всего, веровал, потому что он также участвовал во всем этом и не сопротивлялся ни словом, ни каким-то там мычанием, ничем. Значит, все-таки какая-то вера в нем была. Почему Господь сказал про их веру? Ну, потому что у них явно веры была больше, чем у него. Они его притащили, они разобрали крышу, они опустили его пред Господом. То есть это явное проявление веры. Это опять же любовь. Да, и любви к этому человеку, конечно же. А у него была вера, но, наверное, слабенькая. То есть вот поэтому Господь его и не помянул в своих словах, а сказал только про их веру. Ну, хотя мы тоже знаем историю, когда пророка Ермия тоже молился за людей, но Господь не отвечал на его моли, потому что не приняли люди, не захотели. То есть Господь не насилует волю. Ничего, да, насильного не бывает, даже если мы, бывает, молимся за человека, а у него ничего не меняется. Это говорит только об одном, что сам человек не хочет никаких изменений, и Господь насильно ему этого не дает. Но мы же не в тюрьме, собственно, да, мы общаемся с Господом со свободой воли. И эту свободу воли Господь и нам даровал, и Он ее уважает. Поэтому если человек не хочет меняться, мы будем молиться, Господь будет до него достучаться, пытаться, да, какие-то обстоятельства жизни, какие-то книги читать, какие-то ищевания людей будет ему Господь через людей присылать. Но если человек не изменится, сам внутренне не захочет, ну, хотя бы задаться вопросом, а вдруг, а может быть, давай попробуем, да. Вот этого уже для Господа достаточно, чтобы начать ему по вере давать других людей. Если же он говорит нет, нет и нет, Господь его насильно не будет притягивать. У нас осталось не очень много времени, всего 4 минуты. Ну, наверное, все-таки с такой фразой мы будем заканчивать, да. А почему Господь не сразу исцеляет человека, да, как мы видим по тексту, а говорит, что сначала прощает грехи? Ну, потому что за грехи мы страдаем. И, собственно, болезнь – это вторичное. Первичное – это грех человеческий. И, конечно же, мы здесь видим, что Господь еще и таким образом как бы обучающий такой момент использует, что, но чтобы вы видели, что Сын Человеческий может прощать и грехи, он говорит, встань, возьми отры твой и иди. То есть двоякое действие. Во-первых, то, что он Бог, только Бог может прощать грехи, Господь явно это показывает здесь. И второе – то, что, прощая грех, человек исцеляется. Снимая грех с человека, он его и исцеляет. Но сначала надо снять грех как причину болезни, страдания, и потом уже будет изменение в лучшую сторону. Почему сейчас не совершаются подобные исцеления? Ну, почему не совершаются? Совершаются просто, об этом мало кто знает, и люди говорят, что там у кого-то вдруг прошла раковая опухоль, у кого-то другие проблемы прошли, и исцеление глаз происходит, исцеление рук или еще чего-либо. Просто об этом особенно никто не говорит и не хвалится. Знаете, как некоторые боят. Я боюсь это сказать, потому что вдруг, вот я сейчас скажу, а все, так сказать, вернется на круги своя. Ну и веры, наверное, мало на земле. Мера? Наша вера уменьшается, к сожалению. Мера веры, скажем так, она идет все меньше и меньше в сторону деградации. Деградации, и Господь не зря сказал, когда приду в этот мир, найду ли веру среди людей. Вот мы к этому двигаемся, к сожалению. Да. Есть такая вот фраза, вот сын человеческий имеет власть на земле, прощать грехи. Есть ли вот значение особое в слове на земле прощать грехи? Ну, дело в том, что когда человек умирает, ему уже нету возможности покаяться. И простить грехи человеку этому Господь не может, потому что нет уже покаяния. Пока человек живет в этом мире, в земном мире, он может покаяться, он может помолиться, Господу попросить. И Господь ему простит любое из его грехов, которым он раскаивается. То есть надо пользоваться этим временем жизни на земле и стараться очистить себя от грехов через покаяние и молитву ко Господу. Да, наша перенача завершается. Мы говорим, кстати, о темене, что вы к нам приезжали. Приезжайте еще. Спасибо, Господи. До свидания. На сегодня все. До свидания. До свидания.